Краткое дело Талантово. Значит, наше с вами вот это дело расследуется уже практически три месяца. Три месяца. И 23 июня возбуждено данное уголовное дело. И обвиняется он в том, что публиковал пост в социальной сети Facebook, который, по мнению следствия, содержит сведения об использовании вооруженных сил в Российской Федерации, заведомо ложные. А вот по поводу Сафронова. Он же являлся защитником Ивана Сафронова, журналистом. Он в курсе, какой срок? Да, в курсе. И как его отношения? Вы понимаете, отношения, наверное, у него такое же, как у любого здравомышленного человека. И я знаю позицию Николаевича, что он считает, что Иван Сафронов не виновен, что доказательств по данному делу нет. И, естественно, любой срок, любой, два ли года, пять, десять лет, а тем более 22, это, конечно же, незаконный, необоснованный, немотивированный приговор и чрезмерно суровый. А вот интересный вопрос. Он отказывался от Сафронова? Насколько нам известно, он не отказывался от Талантова. То есть он до сих пор является защитником Сафронова? С точки зрения закона, да. Постановить снять с апелляционного рассмотрения материалы дела о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Таланта Дмитрия Николаевича и возвратить их в Черемушкинский районный суд города Москвы для выполнения требований статьи 389.7.259 Уп. РФ и устранения препятствий рассмотрения дела в апелляционном порядке. Сегодня рассматривался вопрос о снятии с апелляционного рассмотрения апелляционных жалоб защитников и обвиняемого Талантова на решение суда о продлении срока содержания под стражей. Ну и в итоге суд, несмотря на первоначальное сопротивление по данному вопросу, суд принял решение удовлетворить ходатайство Талантова в конечном счете и направить в Черемушкинский суд для того, чтобы Талантова ознакомили надлежащим образом с протоколом с дневного свидания, с аудиопротоколом и всем защитникам отправили копии апелляционных жалоб, поданных опять же всеми защитниками по делу. В данной ситуации по существу рассмотрения дела не было. Был рассматривался лишь вопрос о том, что предоставить возможность Талантову ознакомиться с протоколом и с аудиопротоколом, либо нет. Я считаю, что Черемушкинский суд на самом деле грубо нарушил права, что это, говорить здесь о каком-то умысле, я считаю, что это была халатность, скажем так, небрежность. Ну и тем самым в итоге мы затянули это рассмотрение. Не мы затянули, а суд. Давайте я вам расскажу в принципе хронологию, как все прошло. То есть 19 августа состоялось заседание в Черемушкинском суде, и Дмитрий Ковальевич через адвоката Немову передал в канцелярию суда свое ходатайство, которое было напечатано и подписано им о том, что он желает ознакомиться с протоколом стенного заседания и с аудиопротоколом. Соответственно суд обязан был предоставить ему такую возможность, однако на данное ходатайство судья Черемушкинского суда Боднырь написала Талантову в четырех строчках, без приведения каких-либо норм УПК, без вынесения процессуального решения о том, что она оставляет без рассмотрения его ходатайство, разъяснив, что необходимо подавать такое ходатайство через администрацию учреждения. Соответственно он получил это письмо 2 сентября, в этот же день написал заявление о том, что он просит его ознакомить и снять с рассмотрения ходатайство он написал в Черемушкинский суд и в Мосгорске городской. Эти все документы учреждение отправило 5 сентября, и получается, что сегодня на момент рассмотрения у суди этих документов не было. Однако сегодня, вы все знаете, был перерыв, и в этот перерыв судья посмотрела в почте и нашла, оказывается, документ от заявления Николаевича о том, что он действительно желает ознакомиться с протоколом, вот такая длинная история, и приняла решение, в конечном счете, удовлетворить ходатайство и направить вернуть материалы в Черемушкинский суд. Продолжение следует...